В современных условиях необходимо обеспечить возможность быстрого пробуждения после операции у каждого нейрохирургического больного, что невозможно в условиях остаточной нервно-мышечной блокады. Это инъекция обезболивающих препаратов в нервные сплетения, избавляющая от мышечных болей и спазмов в короткий срок. Когда, например, операция заканчивается, необходимо вывести пациенты из состояния покоя. Для этого есть специальные соединения, которые запускают скелетную мускулатуру, но проблема в том, что есть люди с пороками сердца или пенсионеры, у которых сердечная мышца уже изношена, соответственно, у них запуск проходит не так гладко. В 2016 году в Европе был зампатентован препарат Сугмадекс. Этот препарат на основе циклического углевода или циклического сахара, можно так проще сказать, циклодекстрина. В нашей стране, к сожалению, он не производится, не поступает, купить его практически невозможно, но за рубежом, например, во Франции 99% случаев, когда использовали этот препарат, люди выходили из состояния наркоза. И дети, и пожилые люди, и мы задались целью сначала этот препарат выразвести в нашей лаборатории, то есть возможно ли производство на территории Российской Федерации. На сегодняшний день ученые Казанского Федерального Университета готовы производить аналоги данного препарата. К тому же им удалось сделать альтернативную молекулу на основе своих разработок. Мы создали аналог Сугмадекса, который проявлял те же самые свойства, те же самые функции, но был лишен его недостатков. Какие это могут быть недостатки? Например, циклодекстрин, как я уже сказал, это производная сахара. То есть людей, у которых есть, например, сахарный диабет или повышенное содержание глюкозы в крови, этот препарат использовать нельзя. Наш препарат, наше соединение, которое мы разработали, не имеет никакого отношения к сахару. По итогу своих исследований ученые Казанского Федерального Университета хотят получить рабочую универсальную систему, ведь в фармацевтике существует очень много лекарственных форм. Они имеют разную форму, размер и биологическое действие. И на данный момент нет определенного шаблона, куда можно поместить разные молекулы, и они бы одинаково проявляли свои биологические свойства. Это особенно актуально в случае антибактериальных препаратов. Почему? Потому что к антибактериальным препаратам у бактерий наступает резистентность. И когда молекула антибактериального препарата помещена в капсулу, то есть бактерии не могут сочетать вот эту информацию по структуре органической молекулы. Соответственно, резистентность будет наступать в меньшем количестве случаев, чем при использовании обычного некампсулированного лекарственного препарата. Перед тем, как создать какую-то биологически активную молекулу или систему, необходимо обязательно пройти несколько этапов. Изначально для исследования были закуплены химические реагенты, произведено квантово-химическое моделирование и их модификация. На сегодняшний день ученые работают над расширением ряда деталей и их комбинированием, чтобы создать модель, которая будет состоять из этих элементов. Результаты работы ученых Казанского федерального университета были проверены на клетках человека, как на опухолевых, так и на здоровых. Тестирование показало, что соединение полностью не токсично, а это значит, что оно поможет пациентам быстрее возвращать мышцы в тонус после хирургических операций, а также бороться с заболеваниями кожи, включая злокачественные новообразования и инфекционные заболевания. Алина Красильникова, Александр Кузнецов, Универньюз.